Куда канула Омская Атлантида и почему? Эти вопросы волнуют многих после того, как стало известно о закрытии старейшего в Омске ночного клуба. Здесь выступали поп и рок-звезды, на танцполе не было свободного места во время сетов модных диджеев. Другим клуб запомнился безудержными кутежами, танцами за гранью приличия и фривольными конкурсами. Так или иначе, место было культовым для Омска. Причинами его закрытия владельцы называют финансовые трудности, а публика говорит об устаревшем формате отдыха, танцпол, бар и чиллаут. Клубиться, как принято было говорить раньше, теперь не модно. Так считает и наш корреспондент Елизавета Василевич. Атлантиду Омичи открыли в 2000 году. За 16 лет у ночного клуба менялись и аудитория, и программы, но Атлантида неизменно оставалась непотопляемой в бурном океане клубной индустрии. Здесь закатывали костюмированные и пенные вечеринки, приличали публику конкурсами красоты и стриптиз-шоу. Многие запомнили клуб по проектам королей ринга и слабо, где посетители выполняли задания ведущих за деньги. Участвовала в них вместе со своими подругами и Екатерина. Молодая мама сегодня со смехом вспоминает, как 10 лет назад беззаботной студенткой зажигала на танцполе. Об Атлантиде довольно-таки приятные воспоминания. В студенческие годы, 18-20 лет, в принципе, это единственное место было, куда можно было с подружками сходить, развеяться, отвлечься, познакомиться, потанцевать. В Атлантиду приезжали звезды отечественной эстрады, нередко здесь устраивали рок-концерты. Перед входом в клуб в начале 2000-х выстраивались очереди, а охрана едва справлялась с наплывом посетителей. Допустим, из рок-групп в то время ездила группа «Ария» и «Король и Шут», и больше никого не существовало. Поэтому кого-то не привези, ты, в общем, озолотишься. Люди очень хорошо реагировали. Они были не пуганные, они были не кормленные, голодные. И все это поколение, оно как бы росло на этом. Потом стало, ну вообще пик этого всего дела пришелся на 2007 год. Это сейчас целая легенда, верните, мой 2007. Клуб и сам менялся, подстраиваясь под свою аудиторию. Если сначала в баре наливали коньяк и продавали сигары, то со временем их заменили разливное пиво и кальян. Респектабельных клиентов за столиками сменили студенты. Но сегодня большие клубные площадки нерентабельны. Чтобы получить прибыль, развлекательный комплекс с площадью более тысячи квадратных метров должен принимать не менее тысячи клиентов за вечер. Но даже в выходные такое количество посетителей в огромном клубе уже не собирается. Публика устала от грохота динамиков и давки в клубах дыма. Формат уже сам себя изжил. Больших клубных площадок. То есть мы пришли там не из-за неизбежности к этому, а то есть как бы с реальным осознаванием того, что как бы есть еще у нас очень много проектов, которые нужно вкладывать в полную силу. Пришли к тому, что все-таки омская публика, как мы считаем, ей больше понятен и приятен формат. Это не клуб в чистом виде, а клуб-ресторан. 16 лет – это целая эпоха в клубной индустрии. В крупных городах, например, в Москве, таких заведений долгожителей немного. Средний срок работы ночного клуба в столице – 3-4 года. Потом его либо перепродают, либо открывают в другом формате. Клубные форматы во всем мире, они имеют определенную цикличность. То есть есть когда они в общем во всем мире на подъеме, есть когда у них спад. Ну вот и как бы было заявлено, что сейчас вот как бы общая эта тема, она находится как бы в самом низу, на спаде. То есть какое-то время этот формат опять, а может быть маленько в другом виде, он бы снова востребован. Впрочем, в мире известны и феноменальные случаи. Так в культовом болгарском Ялта-клаб с полувековой историей молодежь знакомили с электронной музыкой. Среди динозавров клубного бизнеса – ночные заведения Ибицы, самые известные из которых открылись еще в 70-х годах прошлого века. Эксперты считают, что деньги в заведения с раскрученными именами несут туристы, а российским шоуменам приходится развлекать одну и ту же, хоть и не избалованную публику. Елизавета Васильевич, Константин Демиденко и Александр Лысак. Омск. Здесь.